Пару недель назад я записывал «Зайчик. Другая история», выпущенная в Fingers Crossed Team, у которых мы были в гостях в группе ВКонтакте, они обновили свою новеллу. Своё обновление они назвали «Грёзы счастливых кошмаров», как Катенька смотрит на нашего Антона, ты посмотри. Очень много было вопросов по тому, как скачать этот великолепный мод, разработчики вот здесь огромную кнопку сделали «Скачать», чтобы не было никаких вопросов, они собрали полную сумму и даже больше на озвучку проекта оригинальными актёрами. Возможно, в следующих обновлениях мы услышим привычные нам голоса из оригинальной новеллы «Зайчик». Сколько у них народу? Здесь 2-300. В прошлый раз было, конечно, поменьше, по-моему, тысячи всего человек вместе со мной там было. Вот этот пост великолепный, здесь тоже есть ссылки на скачивание на ваши смартфоны и на ПК, чтобы никаких вопросов, как много, да, актив, какой актив, мод прям процветает, господа. Еще раз напомню, что все сюжетные истории никак не связаны с оригинальной новеллой «Зайчик», это их своя собственная линия, никаким образом она не связана с оригинальной новеллой «Зайчик», не нужно строить еще дополнительных каких-то теорий вокруг этой новеллы, прикрепляя то, что мы знаем из оригинальной истории. Как говорится, понеслись, поехали, господа, зайчик, другая история, новая игра, загружаться мне не имеет смысла, я буду делать другой выбор. Разработчики пообещали, что я смогу отказать Роме, пойти с ним на пацанские дела, а именно в гараж, прохождение с гаражом уже есть, голова один мертвый не могут говорить. События должны происходить после пропажи Семена, когда Антон бредет через лес. В попытках найти путь домой, я пробирался через длинные острые ветки зимнего леса, эскейп, открыт меню навигации, зачем мне? Порывы ветра заметали следы, не оставляя ничего на замерзшей земле. Я не помню, как здесь оказался и что здесь делаю, обновленная вот эта вот история. Я просто брел, устало передвигая ноги, брел с одной единственной целью, найти путь домой. Антовашка, визуал как будто тоже обновлен. Колючие ветки задевали и рвали куртку. Они словно пытались добраться до меня, схватить. Но я уже не обращал внимания на это. Чем дальше я уходил, тем холод все ближе и ближе прокрадывался ко мне. Шел по пятам, ни на мгновение не выпуская из своих лап. С каждой секунды я понимал, что тепло и силы медленно покидают меня. Вот уже труднее дышать. Труднее глотать ледяную слюну. Мои ноги подкашивались, а пальцы на обеих руках я вообще не чувствовал. Это вот момент, когда я пытаюсь завести машину. Сейчас зимой. Однако упрямо продолжал идти. Еще вчера этот лес был совсем другим. Вид из окна на самом деле нисколько не передает те грусть и одиночество, которые царят в нем. Как же холодно. Как же пахнет смертью. Как же пахнет смертью. Протоптанная дорожка превратилась в непроходимые сугробы. Они так и норовили поглотить меня оставить здесь навсегда. Я посмотрел назад и, убедившись, что дороги обратно у меня уже тоже нет, решил двинуться дальше. Сапоги сразу наполнились снегом. Он таял, делая их еще тяжелее. Некоторые фразы — это абсолютно новая, прописанная лирика нашего персонажа. Я этого никогда не встречал. Но это меня не останавливало. В голове держалось только одно слово. Домой, да? Выжить. Survive. I must survive. Забывающий ветер не давал продохнуть. Его морозные порывы обжигали и кололи горло и легкие. Начинало казаться, что легче вовсе не дышать. Легче просто уснуть, сдаться, смириться со своей судьбою. Судьбой двенадцатилетнего мальчика, которому суждено сгинуть в этом мрачном, ледяном, проклятом лесу. Вспомнят ли обо мне? Или даже не будут искать? Как того мальчика, да? С котиком. Или даже не будут искать? Мои пальцы уже не двигались. Я совсем перестал обращать внимание на голые стволы кедров и сосен, угрожающий, тянувшийся ввысь и закрывающих с собой ночное небо. Я просто хотел спать. Но нужно идти. Словно истлевшая свечка, в душе у меня теплилась надежда. Надежда, что я так и не закончу свою жизнь. Ведь так нельзя. Ведь так нельзя, Антошенька! Так не может быть. Из последних сил я дернулся и попытался выбраться из белой трясины. Но тут же вспыхнувшая, пронизывающая до костель боль не дала мне сделать и трех шагов. Пытаясь прокричать во мне во все больное горло, я рухнул в снег. Слезы от боли и отчаяния затмевали мои глаза. Мама. Мама. Я хочу домой. Немного. А, я хочу немного поспать, да, типа. И отдохну. Чуть-чуть. Все-таки зайчик, мод зайчика и сам зайчик, это одна из самых атмосферных, наверное, новелл в совокупности с музыкой, историей. Вот это вот все. Может быть, я мало новелл еще знаю, да, мало я читал, будем честны. Огромный комок снега обнял меня. Его тепло согревало, давая хоть какую-то уверенность. Когда я, когда я проснусь, тело, наконец, получит отдых. А сейчас я посплю, наконец посплю. А потом встану и пойду домой. Я пойду к маме. К маме. И вдруг появляется имя. До этого имени не было, а вдруг появляется имя. Так должно быть, да? До этого Антон как будто бы разговаривал к маме. А, это он как будто... Он высказал, да, это? Но я не видел снов. Это все в его голове как будто бы, да? Пока здесь не написано имя, это все происходит в его подсознании. Я даже не чувствовал век. Так вот каково это. Так просто. И так спокойно. Умереть. Но нет. Флейта. Естественно, родной. Как же тебя здесь оставят, а? Ты же наш зайчик. Будто песнь с небес спустился нежданно ангел и принес за собой чудотворную мелодию. Я снова ощутил жизнь. Снова почувствовал, как кровь внутри закипела и стала двигаться по венам. Сердце вновь забилось. Еще рано умирать. Меня зовут. Зовут идти вперед. Меня должен. Я должен. Если я не ошибаюсь, мы встречаемся с Алису. С каждым мгновением я чувствовал себя все сильнее. Я могу все. Вот. Вот. Появляется имя, значит, он проорал прям. Я могу все, сука. Прям крикнув, я резко поднялся. Да, это тот самый куст. Из которого выскочит лиса. Антошенька. Да, вот это вот. А, вот она, естественно. Я уже проходил. То есть мы сейчас будем делать совершенно другой выбор. Если вы впервые здесь оказались и не знаете, что происходит, на канале есть зайчик. Другая история. Уже получается для вас другая-другая история. Алиса? Ты куда так резко подскочил? Перекуп... О, боже. Перепугал меня всю. Как надо разговаривать, как она? Озвучки ж нет. Алиса? В недоумении я принялся разглядывать окружающий меня лес. Я что, проспал всю ночь? Да быть такого не могло. А если я могла, то почему я сейчас нахожусь в совершенно другой его части? Я не знаю. Хм, неуверенно промямлил я и продолжил осматриваться. Однако глаза так сильно привыкли ко тьме, что пару секунд я не мог заставить себя взглянуть на ярко переливающийся снег. Но потом все пришло в норму. Вокруг была привычная картина, которую я встречал каждый день. Укрытый белым плотным лес будто выл просил о том, чтобы его тоже разбудили от вечного сна. Корешки деревьев выглядывали из-под снега, сморщившись, будто кожа от обдавшего моровца. Хе-хе! Антоша, Антоша! Обещал я тебя дурачком не называть, но после твоих купаний в сугромах я за себя не ручаюсь. Эх ты сучи! Нахмурившись, я все же решился не вестись на ее издевки и задал вопрос. Где ты пропадала? А что, соскучился по мне? Да нет, просто покраснев, я отвел взгляд. Ха-ха-ха! Ты такой забавный, Антошенька! Всегда тебе удивлялось. Угу. Кстати, уже не боишься один полюса гулять? Вот этот вопрос прозвучал еще более издевательски, так как я сам и не знал, как тут оказался. Но, впрочем, стоя рядом с Алисой, мне совсем не было страшно. Думаю, уже ничего я не боюсь. Ага. А-а-а! Ну что, перестань. Хе-хе-хе! Мы же знаем, знаем, что ты боишься. Но ты только скажи, мы тебя защитим. Ведь ты нам нужен целый невредимый для нашего веселья, дружочек. Хе-хе-хе! Какое веселье? Хе-хе! Знаешь, на кого ты сейчас похож, Антошенька? Приближившись, Алиса начала пристально смотреть на меня. Ее некогда голубые глаза вмиг окутались непроглядной темнотой. Пытаясь разглядеть что-то за маской, я и не заметил, как тьма леса вернулась от сказочной музыки стихла. Ну кого? На заблудившегося, потерянного и напуганного зайсика! Ну ты не бойся, ты наш. Наш единственный. Наш вкусненький. И мы тебя не дадим в обиду. Только позови нас, Антошенька, позови нас! Зови! Моё сердце сжалось. И кажется, я снова перестал убиться. В эту секунду я почувствовал себя персонажем страшной истории, где вампирам-злодеям всаживают кол прямо в грудь. Будто я жалкий кровопийца, которого сейчас прихлопнут прямо во время трапезы. Неожиданно и внезапно. И деревья вырастут в моё тело. Врастут. Корни заменят кровеносную систему, и я стану единственным целым с этим лесом. О, эти деревья всего лишь притаились, но готовы ожить в любой момент. В миг перед глазами пролетели образы родителей и Оли. Бедная Оленька. Чей свет заливал яркими красками мой мир, делая реальность не такой пугающей. А, Али, Али, Алисенька! Дрожат страха, который все ел даже. Мне не нравится то, что рамка дрожит. Которая вселяла даже не Алиса, а нечто более зловещее. Я не мог вымомить ни слова. Ну, давай. Ну? И Антон просыпается. И Антон просыпается. Что произошло? Да, он просыпается у себя в хате. Цело не вредим. Я же мгновение назад был в лесу. Очередной кошмар? Или сердце так норовит выпрыгнуть из груди? Это был определенно кошмар. Алиса не пожелала бы мне или кому-то из моей семьи зла. Она моя подруга, думает Антон. Это кто? А? Дверь в комнату неожиданно приоткрылась. Оля? А вдруг мой кошмар не закончился? Когда я предыдущий раз проходил, я сделал акцент на том, что новелла перестала быть страшной. Из нее буквально вырезали весь вот этот вот ужас и мрак. Но как будто бы деревья продолжают преследовать. Или они уже достали меня? Почему именно я? Дрожь вновь прошлась по всему телу. О, бабка, которой вообще не было. Этого вообще не было. Этого? Этого не было в прошлый раз. Точнее как, в... Я вспомнил бабушкин заговор. Этого тогда не было, они это вернули. Божьего Антона не тронуть никогда. Мертвый. Молодец. Молодцы. Вернули. Это правильно. Это было правильно. Бабушку надо возвращать. Надо возвращать этот ужас славянских. Проговорив заклятие, я решил задать вопрос в темноту. Есть здесь кто? Тихо проговорив, я продолжил сверлить взглядом открытую дверь, ведущую в бездну. Ответа не последовало. Я слышал лишь гнущиеся ветки деревьев из-за ветра за окном. Его подвывание почему-то успокаивало меня. Словно ему тоже нужна была помощь, чтобы пролететь сквозь тьму леса и его загадки. Я не один. Дрожь постепенно спадала, а в голове послышались мотивы сказочной мелодии. Может быть, дверь сломалась? Нужно рассказать отцу. Если получится, конечно. Собравшись, я все-таки слез с кровати. Пол был неестественно холодным и пошел к двери. Закрыл ее. Молодец. Сегодня поспать уже не получится. Открыть! Да ну, вы вернули это. Они полностью вернули эту историю. Подойдя к окну, я надел очки. Стоп! Сквозь узоры мороза на стекле я задумчиво смотрел на свое отражение. Школа. Именно то место, куда никак не хотелось возвращаться. Хоть сейчас все более-менее и наладилось. Мысли о школе тут же навеяли мысли о моих новых друзьях. Они сделали другую первую главу. Они все-таки прислушались к мнению людей-игроков и вернули начало, но с собственным трактованием. Это начало. Это не вторая глава после пропажи Антона. Все верно? Это начало. Глава 1. У них глава 1 начинается так. Как будто бы уже Антон познакомился с ними. Рома и Бяша. И он смотрит в окно. О, пацаны! Пацаны! А можно ли вообще назвать друзьями хулиганов, что задирали маленьких и слабых? Но без них Бабурин наверняка бы очухался и вмазал бы мне своей печаткой как следует. А, нет. Все-таки это после нападения в лесу. Некоторые люди и правда не понимали, что кулаками все проблемы в жизни не решить. Одно только тревожит. Меня могут обвинить в его пропаже. Да, это в тот самый момент, когда он пропадает. Но они назвали это Глава 1. Вдруг у Рома и Бяша сдадут меня милиции? Вдруг это было их большим планом, который бы вывел меня на тропу вечного позора? И что тогда скажет Полина? Полина. Поля. О, любовь всей жизни. Этого тоже не было. Вот он стоит и воображает. А что же Полина? Единственная, кто была добра ко мне. Моя основная ветка по зайчику это Полина. То есть когда выпустят четвертые и пятые эпизоды, продолжать я буду именно по ней. Потом уже по Алисе и потом уже по одиночке, так скажем. Да? Полечка. Но не ложь ли это-то, брата? Самая красивая девочка класса. Да и к тому же самая талантливая обратила внимание на никому не нужного подростка. А, простака. Будто это сказка. Сказка, в которой благородная принцесса обратилась к жалкому крестьянину. Потерявшемуся в этом мире. И только прекрасная принцесса сможет спасти его, вывести из лабиринта кошмаров и показать настоящий свет. А тот не верил в чудеса. Но в миг становился самым счастливым человеком на земле. Когда вдыхал аромат ежевики. Так ведь пахли ее духи. Волосы. Ее прекрасный волос. Усилившийся вой ветра перебил мои мысли. Вот бы я мог быть таким же свободным, как этот ветер. Иметь возможность умчаться от своих забот и каждодневных проблем. Ага. Он в окно смотрит. Даже. Зачем? Тихо. Отойти от окна. Сова! Сова! Вот она. Сова. Сова! Я тебя вижу. Вот силуэт совы. Отойти от окна. Она уйдет? Да, вот если ты нажимаешь, наверное. Нет, он смотрит на нее. Сова! Или это не сова? Подожди, это может быть кто угодно. А? Это может быть и волк, кстати. Такие маленькие ушки, может быть и волк. Увидев до боли знакомый силуэт вдалеке, я пригляделся. Хм. Будто бы какая-то фигура. Опережая мой взгляд мигом с крылой за деревом. Наверное, показалось. Да. По крайней мере, я на это надеюсь. Это либо сова, либо волк. С такими маленькими ушками. Могла быть и лиса, но уши, конечно, у Алисы побольше. Больше ничего здесь нет. Не на что здесь нажимать. Свет и все такое прочее. Отойти. Еще немного постояв у окна с видом на замерзший снегом двор, я решил присесть за стол и немного порисовать. А, ну давай. Что же еще делать ночью? Хм. Уставившись на белый листок, я снова задумался. Однако голову теперь занимали не школьные друзья, а рисунок. Перебирая идеи, подкинутые фантазии, я неожиданно заметил, что начал клевать носом. Уже он уходит. Спать надо ложиться. Ластик великолепный такой же у меня был. Ленинград. Фотка этого папы, мамы и Оленьки. Ой, папы, мамы. Папы, Оля и меня. В тщетных попытках взбодриться я встряхнул головой. Но этого было недостаточно. Да, Антошенька. Антошенька. Слушай. Антоша, Алиса. Антоша, вставай. Это мать, теоретически. По сюжету это мама. Мама. Антон, вставай. Вставай, ну же. Мама. Ворвалась. Я резко подскочил и чуть не ударился головой о настольную лампу. Антон. Опять всю ночь домашнюю работу делал, а? Маманя, не надо. Строгий, но любящий взгляд мамы. Я просто персонажа качал. Перестань. Но любящий взгляд мамы возвратил меня в реальность. Ссылаться на кошмары сейчас было бы не лучше идеи. Да, мам. Сколько раз я тебе говорила, сначала делом займись, а потом уже бездельничай. Да я монтировал ролик по Френбоу. Отстань от меня. По Френбоу посмотрели ролик. Ух, там я нарассказывал. Прости. Мама еще секунду с уколом смотрела мне прямо в глаза, однако ее строгий и серьезный вид стал быстро исчезать. Орлина, испепеляющий взгляд, пропал. Руки опустились. Она устала, взглянула на стол и с какой-то долей сожаления вздохнула. Хм, ладно. Собирайся, тебе в школу пора, мать моя. А то уже опаздываешь. Я как назло проспала. Еще про таблетки свои не забудь. Он так их и не пил тогда в прошлый раз. С этими словами она развернулась и вышла из комнаты. Я понимал, что у мамы и без меня сейчас много проблем, и лишний раз заставлять ее волноваться совсем мне не хотелось. Ладно, пора идти. Я могу? Ну, а нет, уже ничего ты здесь не можешь. Он сам одевается, он сам выходит, как и в предыдущей части. Наспех собравших, я выдвинулся в путь. И именно здесь мы должны встретить Бяшу и Ромку. Именно в этот момент происходит выбор. По крайней мере, в прошлый раз было так. Щеки и нос привычно защищали от холода, а изо рта шел пар. Сделав несколько шагов от дома, я остановился. Ледяной ветер обдавал лицо. Морозцем и немного бодрил. Птички летают. Где-то вдалеке, над незаметно покачившимся ветвями, деревьев каркая, пролетала птица. Одновременно читать и рассматривать вот эти вот штуки. Просто в любой момент где-то здесь что-то может произойти. И вот как чтецу сложновато, да? Давайте обратим внимание еще вот на эти следы, которые мы видели. Мы же в окно смотрели. Вот это вот что за следы? Что это за звериные такие какие-то помазки, да, на снегу? Явно не спроста. Хотя... А за самими стволами кедров и соседа еще пряталось солнце красной полоской, едва-едва освещая утреннее небо. Я бы тоже сейчас спрятался. Сидел бы дома тихо, как мышка. Поскорее бы этот день прошел. Как будто бы ничего и нет. Здесь вот тоже, да, то есть изначально. Вступив на дорогу, ведущую до школы, я вдруг вспомнил сегодняшний сон. Совсем не хотелось бы пережить эти события наяву. Сон. Покачивание камеры, вот эти вот загрузки классно оставили, клево. Ну, это небольшая изюминка, которая есть у этого мода, да? Кажется, это оно. Да, то самое место. То самое место, где я встречал Алюсу. Но не ту, нет. Это совсем другая Алиса, которую я знал. Та Алиса хорошая. Она моя подруга. Ничего я здесь не вижу, собственно говоря, как будто бы. Уже полпути и пройдено. А я хочу ли я идти дальше? Может, я хочу остаться здесь и среди деревьев и снега? Остаться и ждать свою подругу? Подрузиться, погрузиться в атмосферу этого загадочного, но чудного леса? И вдруг, и вдруг поменялся у меня почему-то текст на итальян, да, так скажем. Он начал писать прописью, спросить его о жизни, послушать его сказки. О чем это говорит? О том, что это уже другая личность, да? Это не он. Окунуться поглубже, познавая его дивные красоты. Понять его. Но реальность быстро отрезвила меня порывом ветерка в лицо. Нужно идти в школу. Как бы мне того не хотелось. Вот эта дорога. Финишная прямая. Еще немного. И скоро настанет тепло. Только эта мысль придала в силу скорый шаг. Но ненадолго. В голове сразу всплыл силуэт. Катя! Катя! Да-да-да! Бабурина, может, больше и нет, а вот она осталась. Ее лживые сплетни могут охмурить даже Ромку с Пиашей. Может, стоит попытаться договориться с ней? В этой новелле как раз-таки есть эта история, притянутая за уши любви Кати к Антону. Что, типа, знаешь, она его кошмарит только потому, что она испытывает к нему симпатию. Мальчики дергают за косы девочек, которые им нравятся. Мы все это знаем. Подойти и сказать напрямую. Поставить условия. Пригрозить, в конце концов. Напугать ее. Хотя, не знаю. Я с ней толком никогда и не разговаривал. Был лишь этот дурацкий момент, когда Бабурин подставил меня перед ней. И высмеял перед половиной школы. Это когда ты на тисечке свалился? Тебе понравилось, Антон! Да-да-да. Ха-ха-ха. Как смешно. Какой позор. Да перестань. Перестань. Может, поэтому Катя злится на меня? Может, если я подойду и извинюсь, это станет лучше? А вообще интересно, как в телегу... В телегу. На телегу подписан на мою в описании сут. Как в теле у такой милой с виду девочки умещается столько яда и зловредности? И почему именно я, а не кто-то другой? Да-да-да! Тот же хряк Сема. Над ним гораздо веселее потешаться. Думает Антон. Было. Он же пропал. Его же больше нет. Его ведь больше нет. Подходя к концу дороги, я вдруг услышал позади себя шаги. Пацаны? Пацаны! Ранним утром раньше я тут никого не видел. Кто-то преследует меня? А может, это Алиса? Я не видел ее с тех пор, как мы играли в лесу. Пацаны! Ведь здесь ничего не поменяли, не оборачиваясь. Я спросил. Алиса, это ты? Пацаны! Пацаны, Рома. Ну, здорово, Антон! Че за Алиса, Антошка? На! Девку себе нашел, на! Пацаны! А они-то что здесь забыли? Почему не в школе? Тоже проспали? Оба! Да так, подруга моя Алиса. Ты, главное, друзей на продружек всяких не применяй. Дружба святое, на! Угу. Как же. Святое. Только я успел вспомнить о Семене, как язвитая фраза сама сорвалась с языка. А как же Бабурин? А шо, Бабурин? Нам уже надоело прикрывать его. Слишком много херни натворил. Тебе лучше не знать-то! Ну и окончательно он черту перешел, когда не на того он пацана наехал. Зря на тебя наехал-на! А? Так, может быть, и жив остался. Мы-то по глупости смекнули, что ты терпила. Тебе бы что попроще напялить-на? А-ха-ха! А то шкалерой так и останешься-на. Оп! Затрещен! Чапалах отвесил! Ты на кого я... Не успел Бяша закончить, как ему со скоростью света влетел под затыльник. Очень сильный, кстати. Раз Бяша так быстро сменился в лице. Из всех шкалеров самый конченный здесь только ты! Сказал Роман. Ну ты что, братан? По рюкзаку вижу, в школу топаешь. А вы почему не там? А мы за тобой какашлина! За мной? Я удивился, что этим двоим вообще могу от меня понадобиться. Помощь в одном дельце нужна, пацанском. Да, мы в прошлый раз ходили. Если вам интересно, куда мы должны пойти с Романом, вы можете посмотреть предыдущее прохожение. Оно буквально пару недель назад было. Свеженькое прям. Не боись, не криминално! Теперь я точно был уверен, что это криминал. Просто покажем тебе кое-что. Давай, обогнали на! Стоит ли мне сейчас соглашаться на это сомнительное предложение? Прогулять один раз в школу и пойти с пацанами? Или все-таки отказать им, но не выставлю ли я себя трусом перед ними? Вдруг это все ловушка. Как та, о которой я думал ночью. Итак, да, мы можем согласиться, но этот путь уже у нас был пройден. Отказаться. Отказаться, да? Отказаться. Ну что ты там, Торхана? Думай быстрее, а то мы копыта в морозе откинем, пока ты в облаках летаешь. Ну, конечно, не трос, но прогуливать школу не намерен. Не хочется лишний раз расставаться, расстраивать маму. Да и вряд ли это приключение безобидное. Извините, ребят, но я вынужден отказаться. Не хочет прогуливать школу, вы уж простите. Хм, и что это значит, Антоша? Так дела не делаются, Тошик! Хм, у меня хвостов много, понимаете, закрывать нужно. Пацаны, пацаны! Я пытался найти хоть какое-то оправдание, но по лицам Ромы и Бяши понял, что они явно недовольны моим ответом. Глядя на них, я все больше и больше начинал ощущать себя в том же самом положении, в котором оказался пару дней назад. Роман вздохнул полную грудью и сжал кулаки. Ой. Бяша прав, так дела не делаются, пацаны так не делают дела-то! Все, да, да. Не, не делают! Ребята подошли поближе. Предательская дрожь разлилась по всему телу, будто меня окатило ледяной водой. Вот этого не было, кстати. Это прям полностью новая отрисованная сцена. Главное не смотреть в глаза. Главное не смотреть в глаза. Наоборот, сгрял, набычился жестко! Дал промеж рогу! Усек на! Зря ты так решил, Тошик. Мы же все это ради общего блага, Антон. Мы же, мы же это... Мы же, мы же бригада, ёптить! Как команда Вольтрона прям! Как команда, на! Или ты, Антошка, не согласен с нами? Хм? Хорошо подумай, на! Бяшка оскалил беззубую улыбку, прищурив и без того узкие глаза. Рома же ехидно ухмыльнулся, сверляв взглядом переносицу очков. Ветер свистел, нагнетая обстановку, будто сам хотел услышать мои крики боли и насладиться ими. Согласен, но просто... Ну раз согласен, то нахера время тянуть? Быстро собрался бы, да и пошел на! В самый день на! Извините, но мне правда в школу надо. Я и так опаздываю. Слыхал, Ромыч? Слыхал, слыхал. Отпустим, Тошка, как думаешь-то? Отпустим. Отпустим, да? Надо свой базар гнилой. Ему придется выучить урок. Ой. Подсознание вопило, кричало, рыдало, умоляло меня убежать от него. Но ведь я не могу. Догонят, сука, побьют. Не надо. Мужики. Ай! А, нет. Ну все, Петр Антонов, подставляй срачельник! Я закрыл глаза и прикрыл лицо руками в надежде смягчить удар. Страх усиливался, заставлял сердце биться быстрее. Мне просто поджопник дадут. Ожидая удара, я понял, что в словах Бяша что-то не так. Петр Антонов? Что ты бы опять все испортил? Рома, догадавшись, что это, наверное, глупый розыгрыш, я с опаской подошел поближе. Ах вы, суки, маленькие засранцы! Что не так-то на? Я тебя... Осуждаю, хрень! Осуждаю! Я тебя гнида какой-нибудь! Я тебя что, а? Чтоб передо мной срачельник подставлять! Нет, просто... Молчи лучше, сука! Наблюдая за выходками ребят, я понял, что это точно было шоу. Господа разработчики, советую поменять слово. Очень сильно советую поменять слово. Осуждаю вообще абсолютно вашу вот эту вот выходку относительно вот этой вот истории. Я вообще не думаю, что в играх надо заниматься подобной темой. Хотите, чтобы в нее играли люди на разных площадках, убирайте эти слова. Это достаточно опасная и спорная история. Наблюдая за выходками ребят, я понял, что это точно было шоу. И как бы... И как обычно в шоу жертвы насмешек я... Че происходит вообще, а? Если бы не этот балбес, все бы получилось. Ладно, Тоха, забей. Разыграть тебя хотели, как вещь. Неудачно. Еще как удачно. Придурки. Я уж был готов принять удар, если бы не прозвучали бешкины слова. Скажу честно, у вас получилось, пацаны. С облегчением выдохнул. Выдохнув, я расслабил грудную клетку. Ну видишь, Ромыч, ничего я не испортил, на! Зря ты, братан, отказался. Но дело твое, топовь школа. Только не пожалей об этом потом. Уж я-то не пожалею, родной. Тем более, что я знаю, что там у вас за дело. Увидимся, на! Давай, наберешь. Наберешь, а? Пацаны! Пацаны! Ну что, в школу, да, Настя? Рома и Бяша ушли, снова оставив меня одного. Их ребячество серьезно напугало меня. Интересно, в какое дело они меня хотели впутать? Не, Наш. Я им и так благодарен за помощь Семенам, но на поводу у них я жить не хочу. Ну, мы знаем про это дело. Идите, смотрите, не буду я спойлерить. Обдумав произошедшее, я понял, что уже сильно опаздываю в школу. Надо торопиться. Надо, надо, родной. Надо, надо. Да-да-да. И что, мы в реальную школу пойдем? Клево. Новая ветка событий. Сказали, что полностью обновленная. Полностью. О, е-бой. Тот самый чел, а вот и школа. Могу осматриваться? Нет. В очередной раз, приходя сюда, я испытываю одни и те же чувства. О, собака. Уныние и безысходность. Радует только отсутствие Семена. И уверенность в том, что я не получу очередной случайный подзатыльник или его плевок в тетрадку. Я могу осматриваться? Да, я могу осматриваться полностью. Жулька. Здорово, Жулька. Ты тоже учиться пришла? Так, мужик. Оп. Этот подозрительный мужчина, который раз ошивается возле школы. Интересно, что я ему здесь забыл. А я могу здесь, как он уходит, да, после того, как на него нажали. Я могу здесь нажать вот так вот на эту штучку? Волгарь. Эту машину постоянно паркуют у школы. Возможно, она принадлежит кому-то из учителей. Это Волга. Что еще можно осмотреть? А, больше ничего. Как только в моде очень классно сделано, как только ты осматриваешь все достопримечательности, отсюда вот справа сверху уходит глазик. Это круто. Это хотя бы человеку дает возможность понять, что здесь осматривать больше нечего. Войти. Зайдя в школу, я снял верхнюю одежду и повесил ее на крючок. Переодевшись и поднявшись наверх, я вдруг в отражении окна увидел свой усталый и измученный вид. Как же все-таки сложно сосредоточиться на учебе, когда с одной стороны тебя донимают хулигана, а с другой дети в масках животных. О, да, два уже объявления висят о бабурине и о первом пацане. А вот и нужный мне кабинет. В груди волнения сплелось со страхом. Плотный паутина опухтов легкий, мешая сделать нормальный живой вздох. Ну, это типа, I'm late, may I come in? Знаешь, типа, я опоздал, можно войти. Можешь пойти домой? У каждого, мне кажется, школьника эти мысли, когда ты опаздываешь на урок. Это, знаешь, а может вообще не ходить? Уже и так опоздал, какой в этом смысле. Я могу пойти домой? А, нет, ладно, хорошо. Я думал, здесь еще одно разветвление, пойти назад. Нет, по всей видимости. Да, да, тук-тук, можно я? Марин Петровна? Здравствуйте, можно войти? Где шлялся Петров? А? Не дав что-либо сказать, Лили Петровна, Лили Павловну вообще ее зовут. Ну, а Марин Петровна, это мой препод. Тут же задала резкий вопрос, да. Извините за опоздание, я проспал. В следующий раз разговорами не отделаешься, ты быстро садись. Доставай себе вонючие учебники. Как вы добры ко мне. О, опять мы смотрим. Всем за парту я вытащил из рюкзака учебник литературы и положил его на парту. Глаза того и дела норовили посмотреть на Полину. Ну, а что мы посмотрим? Смогу ли я подойти к ней после урока? Интересно. Пацанов нет, никого нет. Здесь кто-то с краю нет, никто не сидит. Ну, все те же самые ученики, ничего нового здесь нет. Моргает сидит, да ладно? Он мог уметь моргать? Направо на... Классная работа! Надеюсь, у меня хватит смелости. Да, хватит. Посмотрим на нее? Начнем урок! Let's start again! Господа, начнем урок. Клево. Добрались до школы. Действительно новый этот. Клево. Меня развели, конечно, в лесу эти два. Ушелепка! Да. Посмотрим, чем дело закончится. Прикольно, что мод обновляется. Классно, что они... Я не знаю, конечно, когда они выпустили первый мод, но для меня это прям вот-вот горячее-горячее. С пылу с жару я еще от того, так скажем, да, как от той ветки событий не сильно-то и отошел, ничего там и не забыл. И тут же я напарываюсь на обновления. Очень быстро они их, конечно, клепают, можно сказать. Не знаю. Как будто бы все прям очень сильно новое. Ребята стараются сделать полноценную историю. Независимую от истории Зайчика. Опять же, посмотрим. Если все точно так же мило, красиво и пушисто здесь, то, что ж, наверное, это будет больше история о любви, нежели о каких-то мистических приколах с зайцами, дудками, флейтами, козлами и всякими алисами, которые нас поджидают в лесу, господа. Зайчик. Другая история. Продолжим уже в следующей серии. Классная работа. Всем пока.